Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале экзегет продолжаем читать Евангелие от Марка, глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Ну вот здесь не совсем удачное деление на главы, конечно, слова эти относятся к апостолам, которые недоумевали, что Христу надлежит пойти в Иерусалим и там претерпеть смерть. И вот чтобы утешить апостолов с одной стороны, с другой стороны еще и еще раз засвидетельствовать, что то, что произойдет, делается по воле самого Христа, как Бога, пришедшего во плоти, Господь дает им откровение, что они увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. В Евангелии от Марка сказано Сына Человеческого, пришедшего во славе Своей. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на высокую гору особо их одних и преобразился перед ними». В данном случае здесь будет говориться о преображении. Мы видим, что не прошло и недели, и уже в данном случае это Царствие Божие в силе приходит, но свидетелями его оказываются только три избранных первоверховных, можно сказать, апостолы, остальные остаются у подножия горы. По какой причине? Ну, сказать сложно, скорее всего, это было связано, что не все были готовы увидеть фаворский свет. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Ну вот в данном случае, несмотря на то, что, конечно, одежды Христа были не белого цвета, и, по всей вероятности, время было ночное, поскольку апостолы, согласно Евангелию от Матфея, пробудились от сна, одежды Христа заблистали, стали белыми, и вот в данном случае это замечание, белильщик не может выбелить, скорее всего, связано с простотой восприятия жизни апостола Петра, который стоит, как мы знаем, за евангелистом Марком. «Явились Илья и Моисей, беседовали с Иисусом». Евангелие от Луки говорит однозначно, о чем это была беседа, о Голгофе, о кресте, о том конце, как скажет Лука, который Господь намеревался совершить в Иерусалиме. Вопрос, почему явились Илья и Моисей. Ну, есть много самых разных объяснений и предположений. Наверное, здесь можно рассуждать, конечно, о том, что для Господа очень было важно апостолам засвидетельствовать, что народная молва о нем, как об Илье или об одном из пророков, неверна, поскольку в данном случае эти пророки здесь, на горе, являются и предстоят пред ним. С другой стороны, конечно, Христа часто обвиняли в том, что он разоряет субботы, например. Мы знаем, что Моисей был законодатель, который закон о субботе установил, а Илья был ревностнейшим исполнителем закона. И поэтому, если бы Христос действительно по существу разорял субботу, они бы не явились и не беседовали бы с ним, как с Христом. Ну, с другой стороны, здесь мы понимаем, что Илья и Моисей — это те евангельские свидетели, которые по учению и ветхозаветного иудейства, и новозаветной церкви — это те, кто могли, не претерпев смерти, оказаться на небе. Вот в данном случае, если учение у иудеев было о том, что Илья явится перед Мессией, то мы можем здесь как раз увидеть явление Ильи с Моисеем перед нашим Господом, как перед Христом. «При всем Петр сказал Иисусу, рови, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Ну, в данном случае этот страх, с одной стороны, был связан с тем переживанием, глубиннейшим, сердечным, которое охватило апостолов, то есть царство Божие, пришедшее в силе, это, по сути дела, и есть та вечная блаженная жизнь, которая излилась в данный момент на апостолов, они вкусили сердцем рая, но трепет от того, что с ними происходит, конечно, может быть назван страхом. С другой стороны, тот страх, который испытывал апостол Петр, в частности, конечно, мог быть связан с тем, что здесь так хорошо, но Христу надлежит идти в Иерусалим и там пострадать. Петр этого очень не хотел, и поэтому в данном случае он предлагает сделать трекущий, чтобы остаться здесь как можно дольше, и, ну, может быть, конечно, тут расчет Петра еще может быть связан с тем, что даже если сюда придут иудеи, тут окажется Моисей, законодатель, которого они не смогут не послушать, и Илья, ревничнейший пророк, которого тоже они будут слушаться, и, соответственно, тогда Господь избежит той смерти, о которой говорил. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз, глаголище сей, сын мой возлюбленный, его слушайте». Ну, в данном случае, конечно, «сей, сын мой возлюбленный» — это есть не что иное, как наименование Иисуса Мессии, потому что «сын Божий», «сын возлюбленный» — это мессианские титулы, которые были у ветхозаветного иудейства. Таким образом, «облако, осеняющее» — это слава Божия, «глаз, сей, сын мой возлюбленный» — это мессианское исповедание, но дальше тоже очень важное повеление — «его слушайте». Но прибавка «его слушайте» должна была возвести апостолов или, по крайней мере, тех, кто знал закон, именно опять к словам Моисея, к пророчеству Моисея во второзаконии, который говорит о том, что после его смерти пророка такого же, как он, «Израилю воздвигнет Господь». И вот дальше Моисей добавляет, это 18 глава, «его послушайте». В данном случае вот это свидетельство того, что перед ними тот, о котором говорил Моисей. Ну и это опять же причина, почему именно Моисей явился перед Христом. «И внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». Ну вот в данном случае это важное замечание, логически, потому что у неискушенного исследователя может возникнуть впечатление, а может быть глаз сей и сыном возлюблен относился не к Иисусу, а к Моисею или к Илье. Но поскольку, когда глаз разносился, уже никого не было, и находился только один Иисус, то понятно и однозначно, он, Иисус, есть сын возлюбленный. «Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых». Ну вот опять же, эта заповедь «никому не рассказывать» связана с чем? С тем, чтобы не соблазнить людей, которые бы, услышав о преображении Господне, увидели его распинаемым и умершляемым, и тогда бы соблазнились его мессианским и божественным достоинством. И они удержали это слово, спрашивая друг у друга, «что значит воскреснуть из мертвых». Слова, то есть, им были эти непонятны, поскольку в данном случае они не подразумевали, каким будет образом совершаться воскресенье. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженну. Но говорю вам, что Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Ну, вот в данном случае мы, согласно Евангелию от Матфея, знаем, что здесь Господь имеет в виду по последним стихам, Илья пришел, поступили с ним, как хотели, то есть он имеет в виду Иоанна Крестителя, но сам по себе текст не прост в том смысле, что он вскрывает очень важный момент из учения о пришествии Мессии, который был у современных Христу иудеев. У них к моменту пришествия в мир Иисуса Христа выветрилось учение о двух пришествиях Христовых, и в данном случае они, конечно, ждали Мессию единократно пришедшего, и учение было о том, что Илья придет пред ним. Господь вот здесь как бы противопоставляет, говорит, правда, Илья должен прийти прежде устроить все, это по объяснению, ну, в частности, блаженного Фефилакта относится ко второму пришествию, но и сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижен. А это слова о первом пришествии Христовом. Так вот, в данном случае Господь не отрицает, что Илья перед вторым пришествием придет, а перед первым пришествием во образе Ильи приходил Иоанн Креститель. Все, в принципе, встает на свои места. «Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его». Ну вот, в данном случае мы опять находим свидетельство, что оставшиеся ученики остались у подножия горы. Видим, что уже спустившись утром, они о чем-то спорят с книжниками. А вот дальше, 15 стих 9 главы, «Народ, увидев его, изумился и, подбегая, приветствовали его». Полагают исследователи, толкователи, что следы преображения еще остались на пришедшем с горы Господе. И этот вид Христа, он восхищал и потрясал людей, которые его видели. Они, мы видим, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижащит зубами твои своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Ну, в данном случае мы понимаем теперь, о чем был спор, который, скорее всего, был вызван еще и смущением самих апостолов. Ведь у апостолов была власть, недуги исцелять и бесов изгонять. Но они почему-то этого сделать не могли. И по всей вероятности, книжники, которые следили за ними, поставили им на вид то, что они не имеют власти, данные им от Христа, эти вещи делать. Народ, есть народ, но вот один из них, то есть, собственно, тот виновник, ради которого весь спор и случился, пришел и стал как бы жаловаться Господу, учитель, я привел к тебе сына моего, потому что, вот он объясняет, апостолы не смогли этого сделать. «Отвечай ему», сказал Иисус, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену». Вот здесь Спаситель произносит достаточно загадочные, суровые слова, «О, род, те верные, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Ну, по всей вероятности, с одной стороны, слова эти можно отнести к народу, который находился при горе, к этому человеку в частности. Мы знаем, что человек неверующий не может получить в ответ от Господа исцеление. И об этом неоднократно говорили, и поэтому сам отец позже признает, что да, он не верит. С другой стороны, род неверный, слова эти могут относиться, конечно, к бесам, которых Господь терпел. Но вот эти слова, «доколе буду терпеть вас», конечно, свидетельствуют, что уже близка Голгофа и, соответственно, спасение человеческого рода и победа над князем тьмы. Ну, вот в данном случае оправдывается это выражение, «О, род неверный, применимое к падшим духам, тем, что дальше, Марк говорит, привели к нему его, и бесноватый, как только его увидел, дух сотряс его», то есть бес его сотряс. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, «С детства, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что, может сжалься над нами и помоги нам». Ну, вот мы видим, что это беснование продолжалось очень долго. В данном случае, вспоминая евангелиста Матфея, мы можем добавить, что этот отрок был еще лунатиком, то есть не только в огонь и в воду бросался, но еще и ночью под луной вел особый образ жизни. Ну, вот в данном случае еще очень важное замечание отца, что бес все это делает для того, чтобы отрока погубить, но погубить до сих пор не смог, через что свидетельствуется то, что бесноватый даже в этом состоянии отрок был оберегаем божественной силой. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». В данном случае спаситель заставляет этого человека все-таки поверить в то, что Господь это сможет, в противном случае Господь не сможет сделать ничего. Ну, и ответ со слезами «Веруй, Господи, помоги моему неверию» может быть понимаем тем, что в данном случае отец доверяет Господу, но поверить в Него еще как следует не может. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи». И вскрикнув, и сильно сотрясший его вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Ну вот, этим образом, таким образом, исцелив этого отрока, конечно, Господь засвидетельствовал, ну, во-первых, то, что действительно бес находился в этом человеке, во-вторых, засвидетельствовал, что бес изгоняемый так ненавидит человека, что чуть ли не умертвил этого отрока, но Господь не попустил, чтобы пришла смерть, и в данном случае Господь поднимает его, он оказывается живым. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не смогли изгнать его. Вот это недоумение оправдано тем, что они власть имели, и неоднократно уже исцеляли бесноватых. И сказал им, сей род, вот сей род, то есть в данном случае род бесовский, не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Но в данном случае молитва и пост. Если бес был изнан Христом, мы можем здесь свидетельствовать, что Господь постоянно молился и постился. Если этого не смогли сделать апостолы, мы можем сказать, что апостолы, может быть, внешне молились и постились, но по существу своему молитвы и пост не доходили до их глубин сердечных. В данном случае, скорее всего, это было связано, что молитва и пост апостолов были направлены не на то, чтобы быть с Христом и силу Христову совершать, а для самоутверждения. Нередко такое явление случается в нашей религиозной жизни. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал». Ну, в данном случае апостолы и их Господь были в деле проповеди, нередко уставали, и Господь понимал, что нужно ученикам тоже давать какие-то определенные передышки, но поскольку уже очень многие в данном случае услышали учения об Иисусе, как о Христе, и искали постоянно встречи с Ним, это редко удавалось. «Он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и по убиении в третий день воскреснет». А вот еще одна из причин, которую здесь открывает Господь. Конечно, постоянное общение с людьми, среди которых много недоброжелателей, грозит Господу преждевременными опасностями. Господь не может допустить, чтобы не исполнилось Писание, в данном случае вот этот тридцать первый стих «Ибо», то есть «потому, что учил учеников и говорил, что сын человеческий будет предан в руки человеческие, убьют его и по убиению в третий день воскреснет». То есть он должен совершить Писание. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Ну вот еще и еще раз евангелист Марк говорит о том, что учение о воскресении для апостолов было закрыто. Пришел в Капернаумы, когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою кто больше. И, сев призвав двенадцати, сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Вот в данном случае здесь мы видим, Господь вскрывает очень важные моменты, о которых, в принципе, мы уже говорили, рассуждали. То, что апостолы все-таки тешатся своей близостью к Иисусу как к Христу в том смысле, что мечтают о славе, которую получают благодаря близости к нему. Славе земной, славе человеческой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но слава, она, конечно, замешана на гордости, и вот эта гордость проявляется в данном случае тем, что по дороге они рассуждают, кто из них больше. Ну вот, с другой стороны, важность этого спора еще для нас, может быть, разрешена в какую сторону. Нередко говорят, что апостол Петр был первоверховный не только по чести, но и по власти. Ничего подобного. Если бы Петр был первым по власти, наделенный особым образом от Христа, то тогда бы этого спора здесь мы не имели. Но вот, в данном случае, Господь призывает дитя, обнимает его и говорит, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Ну вот, дитя, это тот, кто не знает ни славы, не знает ни проблем, потому что у него есть мама и папа. Дитя, это тот, кто не думает о том, что он будет есть. Он просто предан своим родителям, поэтому он дитя. Он не злобив, он забывает обиды. Вот здесь Господь призывает таким образом апостолов отказаться от своей гордости, которая уже здесь начинает проявляться и она может, конечно, стать средостением для апостолов на пути к спасению. При всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Ну вот опять это гордость апостольская и проявляется не только в споре, кто из них больше, но которая ревнует о своей славе и другим запрещает делать то, что делали некоторые люди. Конечно, знающие то, что апостолы именем Иисуса изгоняли бесов, люди, будучи неверующими, тоже изгоняли бесов, и это у них получалось. Но это было в начале общественного служения Христа. Это, по сути дела, сам Господь объясняет и говорит, Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто сотворивший чудо именем моим не сможет вскоре злословить меня. Почему вот здесь, на данный этот исторический момент, Господь разрешает или попускает что ли людям, которые не были приверженцами Господа, все-таки именем Иисуса бесов изгонять. Для Господа было важно, чтобы как можно больше людей в Иудее, в пределах Палестины, услышали о нем как о Мессии. И, конечно, чудеса, связанные с исцелением бесноватых именем Иисуса не могли людей, которые были свидетелями этих чудес, пусть даже через руки не приверженцев и не учеников Христовых, все равно принять Иисуса как Христа. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас в чашу воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Ну, вот это в контексте прошлого нашего рассуждения, конечно, о том, что здесь важно Христу, чтобы о нем как можно больше людей услышали. С другой стороны, здесь Спаситель свидетельствует о чем? О том, что для того, чтобы получить от Христа награду, нельзя прикрываться бедностью. Любой человек, даже самый бедный, ученику Христову чаши воды подать сможет. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жертвованный камень на шею и бросили его в море. Вот здесь мы видим, что Господь приводит такое человеческое достаточно понятно объяснение, сравнение, которое не может не устрашить человека. Не устрашить в каком смысле? То есть, в данном случае та гордость, которую имеют апостолы, она может людей соблазнить. человек посчитает себя второсортным или третьесортным и отвернется от Христа. Вот гордость это страшная вещь, которая, конечно, присуща абсолютно всем, но человек, который имеет кротость, он как раз свою гордость и укращает. И вот здесь Спаситель предупреждает апостолов, чтобы в данном случае они следили за проявлениями своей гордости. И вот эти слова «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену, в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами, быть ввержен в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Вот эти слова, они сродни, на первый взгляд, с Евангелем от Матфея, с Нагорной проповедью, там, где Господь говорит очень похожие слова, правда, в контексте объяснения заповеди, не прелюбодействуй, и всякий иже возрит на жену, кое же вожделетье, уже любодействуя с нею в сердце своем. Но там эти слова должны быть понимаемы именно нами, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, именно как объяснение тому, что человек должен отсекать все свои похотливые и страстные наклонности для того, чтобы войти в Царство Божие. Здесь же речь идет именно о борьбе с гордостью, то есть в данном случае глаз соблазняет тебя, ты смотришь на человека, он тебе кажется второсортным, неверующим, плохим, неграмотным и так далее. В данном случае этими вещами Господь категорически запрещает заниматься и говорит, что лучше войти увечным в Царство Божие, нежели быть ввержен в гиену по собственной гордости. Правда, есть и другое объяснение у этого отрывка, о котором мы находим у блаженного феофилакта болгарского. В данном случае блаженный феофилакт здесь под руками, ногами и глазами, которые следует отсекать, понимает неверующих ближних, от которых человеку верующему, понимающему, что неверующего могут увлечь в свои сети и увести от дел спасения, призывает отказываться и уходить от общения с такими людьми. Ну и вот последние слова 9 главы «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится, соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой». Ну, по поводу соли здесь, конечно, прежде всего, рассуждая, мы должны сказать, что в древнем мире соль — это средство, предотвращающее от порчи, от гниения органическое вещество. Но помимо того, что предотвращает от гниения, она еще и солена на вкус, неприятна на вкус людей сластолюбивых, как скажет святитель Иоанн Златоуст. И вот в данном случае нужно поставить вопрос, что является солью в жизни верующего человека. И судя по контексту, в котором Господь в данном случае здесь эти слова произносит, соль — это и есть смиренно-мудрие, то, что дает нам возможность жить и исполнять заповеди Божии, отказываясь от своего самолюбия и от своей гордости. Для апостолов это было крайне важно, потому что без смиренно-мудрия не состоялась бы проповедь в мире, и вселенная не пришла бы к подножию креста, потому что гордость человеческая, которая, конечно, была присущей апостолам, если бы они ее не смиряли, она бы не двинула бы дело проповеди до края земли, говоря словами самого Христа. «Имейте в себе соль и мир, имейте между собой». Ну вот здесь, как нельзя лучше, мы подходим к тому, что действительно само по себе смиренно-мудрие есть эта соль, это мир в душе, мир с Богом и мир с ближними. Этими стихами заканчивается 9 глава Евангелия от Марка. Субтитры создавал DimaTorzok